Митрополита Крутицкого и Коломенского ювеналия у стен Георгиевского собора встречают глава Одинцовского района Андрей Иванов и благочины церкви Одинцовского округа Архимандрит Нестор. Воскресное утро – время для молитвы. За божественной литургией поет сводный детский хор Московской епархии. Около 500 юных певчих. Это второе подобное богослужение, когда воспитанники церковных хоров, воскресных школ и храмов Подмосковья собираются вместе, чтобы славить Господа своим певческим талантом. Мы собирались в своих благочиниях, в своих школах, репетировали, дуально ансамбль, в общем, разные варианты для того, чтобы дети чувствовали себя свободно, непринужденно и уже могли не просто стоять и ноты читать, а и молиться в этот момент. Домодедово, Щелково, Подольск, Одинцово. В этот раз певческие коллективы из шести благочиней Подмосковья разделили на два хора, управляют которыми Одинцовский регент Наталья Логачева и регент хора духовенства Московской епархии священник Сергий Голев. Литургия совершается в Верхнем Георгиевском храме с Никольским и Сергиевским пределами. Одинцовский район представляют юные певчи из Акулова, Улсова, Жаворона, Ксидоровского и города Одинцова. Это не концерт, это не конкурс, это живое общение в молитве между детьми, это живая служба, и поэтому, конечно, все идеально быть не может, но это, я думаю, невозможно. Здесь больше дух, такой добрый, добрый христианский, православный дух добрых верующих детей. Детская молитва возносится ввысь, наступает момент причастия. Прихожане устремляются к таинству со страхом Божиим и верою, приступая к святой чаше. Причастие сопровождается детскими голосами, как будто ангелы приветствуют собравшихся в храме. Ради этих юных сердец совершается важное, почти историческое событие в городе – освящение места строительства будущей воскресной школы Георгиевского собора. Архипастерский визит митрополита Крутицкого и Коломенского ювеналия подходит к концу. Прихожане не торопятся отпускать владыку в надежде на благословение и в ожидании доброго напутствия, а затем фотография на память на ступенях Георгиевского собора, который был торжественно открыт в Денцово ровно 10 лет назад. Я очень счастлив, что не только построено здание здесь в честь святого великомученика и победоносца Георгия, но оно востребовано людьми, и я хотел бы подчеркнуть и детьми. Мы хотим не только, чтобы здесь дети молились, но и обучались вере православной. Поэтому рядом с собором мы сегодня заложили место, осветили это место, где будет строиться воскресная школа. Я поздравляю жителей этого края, всех православных с тем, что вера Христова процветает и Господь воскресший показывает на нашей благословенной земле свою несокрушимую и всесильную мощь и благословение. Для певчих, сводного детского хора и всех желающих на лужайке у собора открыт город мастеров, народные забавы, игры, потешки, полевая кухня с горячим чаем и первые впечатления от радостного воскресного утра. Мне очень понравилось, правда я чуть-чуть устала. Я не боялась, конечно, но было здорово. Очень красивая была служба. Мы уже ездили на такие, а вот это была самая красивая и потрясающая. Как отметили представители Московской епархии, следующая детская литургия состоится в Богоевленском соборе Богородского благочиния. К участию приглашаются не только церковные, но и светские хоры. Мария Подъепольская, Евгений Муравлев, Денис Харламов, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.